Казалось бы, на карте мира не осталось белых пятен. Однако в связи с изменениями климата меняется и географический облик планеты. В сентябре 2017 года экспедиционная группа гидрографического судна «Сенеж» в ходе океанографических исследований в районе северной части архипелага «Новая Земля» открыли несколько географических объектов, образовавшихся после разрушения ледников. Исследователи обнаружили несколько ранее неизвестных мысов и новый остров возле ледника Чаева. Ранее этот остров был скрыт под слоем льда. В 2013 году команда судна «Сенеж» открыла новый остров на Васильевском мелководье в Якутии. В 2015 году – пять проливов и девять островов. В 2014 году исследовательское судно «Адмирал Владимирский» подтвердило наличие появления нового острова в море Лаптевых, обнаруженного ранее пролетающим вертолетом. Интересно то, что остров получил название «Я-Я», потому что каждый из увидевших начал говорить, что «это я, это я его нашел». Недавнее исследование показало, что со времени последних наблюдений этой части планеты, проводившихся с 1910 по 1914 годы, рельеф местности существенно изменился вследствие глобального изменения климата. В районе Новосибирских островов обнаружена область с регулярно происходящими природными аномалиями. Здесь то появляются, то исчезают целые острова. Как говорится в докладе ученых «АллатРа Сайенс» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Как современные ученые судят о возникновении тех или иных явлений? В метеорологии необычайно мощные кучево-дождевые облака являются одним из главных условий для возникновения смерча. А они, в свою очередь, формируются при вторжении холодного воздуха на перегретую земную поверхность. Спутник фиксирует облачный фронт, и по этим снимкам учеными делаются предположения о возможности возникновения соответствующих природных явлений. По сути, человечество визуально наблюдает и делает выводы последствиям уже произошедших в невидимом мире физических явлений, поэтому выводы ученых носят характер предположений, а не точных знаний причин зарождения данных явлений физики микромира. Но на сегодняшний день развитие теоретической и прикладной исконной физики «АллатРа», формирующей фундаментально новое понимание физических процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, даёт шанс человечеству на эволюционный прорыв в разных направлениях науки, ибо всё в этом мире базируется на физике. Это касается и области более детального изучения геофизики. Опираясь на общие законы исконной физики «АллатРа», можно делать вычисления, которые позволяют в ближайшем будущем не только предвидеть ход развития физических процессов и явлений, но и с точностью рассчитать поведение природы, а значит, заблаговременно принять меры для полного, частичного предотвращения, в крайнем случае смягчения того или иного природного явления или хотя бы заблаговременной эвакуации населения. Человек внешне – точно песчинка на берегу океана, которая всю свою жизнь пытается занять своё место под солнцем, кто ближе, кто дальше от берега. Она индивидуально одинока, хотя её окружает масса таких же песчинок. Иногда, когда песок накаляют до очень высокой температуры, он приобретает текучесть и превращается в единое стекло, глупое прозрачное стекло, хрупкую защиту, которая легко разбивается при ударе. Но чаще песчинки проживают одинокую внутреннюю жизнь. Изредка падающая на песок живительная капля океана безусловно радует своим прохладным прикосновением группу песчинок. Но всего лишь на короткий миг, так как быстро испаряется с раскалённого песка, и песок вновь остаётся одиноким, вспоминая о капле, как о мифе, или вовсе забывая ощущение её прохлады. Когда же идёт большая волна, песок становится влажным, и тогда мокрый песок начинает считать, что он избран и принадлежит океану. Это можно сравнить с религиозными деятелями. Вроде они и рядом с Богом, но остаются песком, твёрдым и материальным. Когда же человек начинает созревать духовно, он, образно говоря, попадает в океан. Жизнь этой песчинки проходит, пока она через толщу воды опускается на дно. И здесь у неё появляется шанс. Если в ней всё же преобладает больше материального, она оседает на дно и становится мокрым песком. И ей снова необходимо долго ждать, чтобы быть выброшенной на берег жизни, дабы добраться до спасительной поверхности океана. Но если в ней больше духовного, и она окончательно сделает свой выбор в пользу него, то полностью растворится в воде химическими элементами, то есть преобразует себя в каплю океана — часть большого целого, удерживаемого гравитацией любви. И если песок под солнцем может только нагреваться, вода же способна превращаться в пар. Проще говоря, капля с лёгкостью может переходить в совершенно иное качество и познавать другие миры в своём свободном полёте. Так что человек, по сути, состоит из сухого, материального и влажного, духовного. Причём второго в нём гораздо больше. Поэтому и шансы слиться с океаном значительно выше. Из книги «Перекрестия» Исконной Шамбалы Анастасии Новых Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова